В некоторых приложениях существует необходимость вручную вызывать конструктор и деструктор. Например, если в нашей программе используется некая специальная схема локации памяти, и мы не можем использовать стандартный оператор New и Delete, вместо этого используются некие функции, которые умеют выделять неинтересованную память и освобождать эту память. Давайте посмотрим на примере. Пусть у нас есть функция MyAlloc, которая работает так же, как MyAlloc, только выделяет память неким специальным образом. То есть мы передаем в эту функцию количество байт, которое нам нужно выделить, и она возвращает нам указатель на некую неинтересованную область памяти. Соответственно, когда мы закончим работать с этой памятью, мы вызываем некую другую функцию MyFree, которая работает так же, как Free, только освобождает память специальным образом. И после этого память мы использовать уже не можем. Для того, чтобы создать в такой памяти объект типа IntArray, нам потребуется специальная форма оператора New. Это оператор New с размещением. Такой оператор имеет один дополнительный параметр. Этот параметр указывает адрес, по которому должен быть создан объект. То есть в отличие от обычного New, оператор New с размещением не выделяет никакой памяти, а просто вызывает конструктор по тому адресу, который передан ему в качестве аргумента. Используя оператор New с размещением, мы можем создать объект типа IntArray по указателю P. В дальнейшем, когда объект нам больше не нужен, мы должны вызвать его деструктор. Для того, чтобы вызвать его деструктор, достаточно просто явно вызвать его как обычный метод. То есть мы по указателю на объект типа IntArray вызываем метод с именем tilde IntArray, который соответствует имени деструктора. Важно отметить, что при использовании оператора New с размещением, мы можем натолкнуться на проблемы с выравнованием. Компилятор может накладывать ограничения на выравнивание некоторых типов данных. Например, может оказаться, что на той платформе, на которой компилируется ваш код, все указатели должны храниться в ячейках, номер которых делится на 4. Тогда при использовании оператора New с размещением на невыравненной памяти, мы можем легко нарушить данные ограничения. Соответственно, при использовании специальных схем и локаций, надо аккуратно следить за тем, чтобы та память, в которой вы создаете объект, была выравнена. Очень простой способ нарушить данные требования, это, например, попытаться создать объект в массиве, который расположен на стыке. Тогда никто не гарантирует, что этот массив будет как-то специально выровнен. Давайте посмотрим, как это сделать на примере. То есть мы можем, например, создать массив типа char, который содержит количество байт, достаточное для создания объекта типа intr, и после этого попытаться разместить этот объект в данном массиве. Если окажется, что на текущей платформе есть какие-то ограничения на выравнивание, то может оказаться, что в данном кусочке кода мы нарушили ограничения на выравнивание и, соответственно, получили неопределенное поведение. Поэтому, если где-то в вашей программе есть подобный код, размещение объекта в массиве на стыке, то это место, где может оказаться потенциальная проблема.